Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии. Мария Шматкова сегодня у нас в гостях Джамал Хасанович Салтгириев, главный государственный инспектор правового отдела Московского областного УФАС России. Здравствуйте! Здравствуйте! Очень рада видеть вас в нашей студии. Давайте сегодня поговорим о работе правового отдела. Спасибо за приглашение. Работа правового отдела заключается в подготовке отзывов на исковые заявления, подачу апелляционных, кассационных жалоб в суды. Соответственно, в случаях, когда оспаривается ненормативно правовый акт управления, и в том случае, если суд признан этот незаконным, правовой отдел направляет соответствующие жалобы в апелляционные и кассационные инстанции. В целом, наша работа заключается в представлении интересов и отстаивании законных интересов управления в судах и доказывании законности принятых ненормативных правовых актов. Джамал Хасанович, в каких судах рассматриваются споры о законности ненормативных правовых актов? Ненормативные правовые акты управления оспариваются в арбитражном суде. Представление интересов именно правового отдела Московского областного УФАС осуществляется в пяти судах. Это арбитражный суд города Москвы, арбитражный суд Московской области, далее у нас идут апелляционные инстанции, это 9 и 10 арбитражные апелляционные суды, а также суд кассационной инстанции, это третья уже инстанция, арбитражный суд Московского округа. Какой порядок рассмотрения дел в арбитражном суде? Устанавливается общий порядок рассмотрения дел, он регулируется главами 24-25 арбитражного процессуального кодекса. Говоря простым языком, в случае, если сторона, в отношении которой вынесен ненормативно-правовой акт, это может быть у нас, как, например, если мы рассматриваем закон о контрактной системе, или закон о закупках. Чаще всего это у нас оспаривает либо заказчик, либо участник соответствующей процедуры. Для признания ненормативно-правового акта незаконным необходимо два условия. Это несоответствие его закону и нарушение прав и законных интересов стороны, которые непосредственно обжалуют данный акт. В случае, если сторона сможет в суде доказать, обосновать свою позицию, то суд в данном случае отменяет вынесенный акт, который был принят в управлении в рамках рассмотрения жалобы или рассмотрения административного дела. Как складывается судебная практика? Порядка 90% дел у нас идет в пользу управления. 10% мы, к сожалению, проигрываем. Случается это по причинам либо человеческого фактора, либо несогласия судов с позицией антимонопольного органа. Но эти случаи, они редки, как показывает статистика. В основном у нас обжалуются, если мы берем законы о контрактной системе и законы о закупках, здесь у нас львиную долю оспариваются акты, вынесенные в отношении заказчиков. То есть мы принимаем решение о признании в действиях заказчиков нарушений, будь то закон о контрактной системе, будь то закон о закупках. И указанные лица, они оспаривают эти акты для избежания возможной дальнейшего привлечения к административной ответственности. Все-таки за последний, за текущий год количество судебных дел увеличилось? Да, как будет странно, в этом году, скажем так, у нас сложился нелегкий год в связи с пандемией коронавируса. Обжалование актов возросло. Сейчас в производстве управления находится порядка 515 дел в различных инстанциях, 1-й апелляционной, кассационной. Если смотреть по неделям, примерно порядка 30 судебных заседаний приходится на правовой отдел у нас еженедельно. Соответственно, мы обязаны обеспечить явку на все судебные заседания. Но это внушительная цифра, с учетом того, что нужно собрать такую доказательную базу, чтобы федеральная антимонопольная служба не проиграла. Да. В основном споры заключаются в, скажем так, стороны не согласны с тем, как трактуется норма права. То есть нам для отстаивания интересов, представляем интерес, когда в судах мы обосновываем позицию управления со ссылкой на нормативные источники. То есть помимо доказательной базы у нас идет, скажем так, разъяснение основ законодательства. То есть мы представляем суду, помимо материалов дела, мы представляем письменную позицию, которой подтверждаем все наши доводы, основанные на нормах права. Давайте поговорим о федеральном законе номер 44. А 44 федеральный закон, говоря простым языком, у нас регулирует отношения, которые связаны с закупкой для государственных и муниципальных нужд. Это начиная от министерств и ведомств, заканчивая школами и детскими садами. Но именно здесь больше всего ошибок? Или нельзя так сказать? Нельзя так сказать. Однозначно невозможно определить какую-то проблемную сферу. Скажем, эти лица закупают все, что они закупают, они обязаны осуществлять это путем открытого способа. То есть информация публикуется в единой информационной системе, это сайт сети интернет, где заказчики публикуют извещение, документацию о закупке, где подробно описано, что им необходимо, на каких условиях. Подробно описывают все, скажем так, ограничительные меры или требования к участникам закупки. И подробно описывают, что им необходимо закупить, что является объектом закупки. Соответственно, в указанной документации также размещается государственный или муниципальный контракт. Если мы говорим про судебную работу в данной сфере, поступают, например, жалобы от участников закупки на действия заказчиков, антимонопольный орган принимает соответствующее решение. Либо признает жалобу обоснованной, либо признает жалобу необоснованной. Соответственно, в зависимости от того, в чью пользу принят акт, ставит, соответственно, противоположная сторона и обжалует данные акты в суде. Если говорить про судебную практику, наиболее частыми спорами в суде являются, если нарушение в действиях заказчиков, это описание объекта закупки. Например, заказчики у нас закупают стройку или ремонт, и они порой, бывает, излишне детализируют объект закупки. Допустим, ранее, до 2020 года, все строительные работы у нас закупались путем описания самого объекта закупки и материалов, которые поставляются, соответственно, при соответствующих работах. Заказчики детализировали настолько, что описывали, как, что именно должно быть там шаг резьбы, например, в гайках или шурупах и так далее. То есть, и на основании этих мелочей, то есть, участники, заполняя заявку, могли где-то на миллиметр ошибиться, ну, формальные такие основания, участники отклонялись. В этом же году законодательство немного изменилось. Такая обязанность, она отпала. То есть, участники просто подают согласие, что они исполнят эти работы на тех условиях, которые необходимы заказчику. Что существенно, скажем так, сократило количество отклонений данных заявок. Заказчики данную норму все-таки нарушают. Порядка вот нескольких дел, на моей памяти, в последнее время такие участились, когда заказчики по старинке полностью описывают весь объект закупки. И, соответственно, мы установим нарушение и доказываем в суде, что законодательство изменилось, и необходимо закупать именно по такой сейчас норме. Как обстоит дело с 223-м федеральным законом? 223-й федеральный закон у нас регулирует закупочную деятельность госкомпаний. То есть, это компании с долей участия государства, а также субъекты естественных монополий. Например, это у нас могут быть всем известные «Газпром», «Роснефть». Если мы касаемся Московской области, для зрителей, я думаю, более известные «Мособлгаз», «Мособлэнерго» и иные компании. Соответственно, здесь требования закона по сравнению с 44-м, они, скажем так, принципы одни и те же, но, например, по сравнению с 44-м, здесь не детализируются подробно, скажем так, все этапы проведения закупочной системы. Здесь заказчики разрабатывают у нас положение о закупках, то есть, это локальный акт, который принимается непосредственно самой организации. И данные заказчики, работающие в рамках 223-федерального закона, они вправе описать процедуру, скажем так, под свой лад, но соблюдая те ограничения, которые установлены в 223-федеральном законе, не нарушая принципы информационной открытости закупки, обеспечения конкуренции и, соответственно, равноправия и недискриминационного доступа для участников закупки. Расскажите о реестре недобросовестных поставщиков. Реестре недобросовестных поставщиков – это, скажем так, мера государства, которая создана для лиц неблагонадежных, то есть, в случае, есть три случая, при которых расторгается контракт, и, соответственно, информация направляется в УФАС для рассмотрения сведений. Это в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта, расторжения контракта в судебном порядке или уклонения от заключения контракта. То есть, если организация недобросовестно исполняет принятые на себя обязательства в рамках исполнения госконтракта, заказчик правит принять решение об одностороннем отказе. Соответственно, данные сведения о данной организации направляются к нам для рассмотрения. Комиссия устанавливает, есть ли в действиях исполнителя нарушение действующего законодательства, направлено ли его действие на исполнение контракта, то есть, приложил ли все условия данный участник оборота на исполнение принятых на себя обязательств. Если комиссия устанавливает, что данное лицо однозначно не может подтвердить свою добросовестность, то есть, ненадлежащая исполняла контракт, просрочила сроки на поставку оборудования или товаров и так далее, то комиссия принимает решение о включении данной организации в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. То есть, данная организация не сможет участвовать в госзакупках в течение продолжительного времени. То есть, два года для данных организаций – это существенный срок, особенно для тех, которые специализируются на госзакупках. Поэтому лучше не нарушить. И не попадать в реестр недобросовестных плательщиков. Да. Практика в последний год у нас складывается, скажем так, из-за пандемии коронавируса. Лица, когда представляют сведения, я имею в виду заказчика в отношении данных участников, порой случаются такие, скажем так, ситуации, когда тот или иной исполнитель не смог выполнить работы, в результате, скажем так, эпидемиологической обстановки, которая сложилась во всем мире в течение данного года. Комиссия прекрасно понимает, скажем так, объективно оценивать всю ситуацию, рассматривая конкретно причинно-следственную связь. То есть, изредка бывают случаи, когда организации, скажем так, по своей неосмотрительности не выполнили контракт и ссылаются на… Ну, просто прикрываются. Да, прикрываются. То есть, такие факты, они тоже, скажем так, случаются, и комиссия старается отсеивать данные случаи от тех организаций, у которых действительно возникли такие проблемы. Там подвели поставщики, где-то заводы перестали работать, то есть, не выпускают такую продукцию. И устанавливают, как разъяснил Ирховный суд, причинно-следственную связь. То есть, каждый конкретный случай, он индивидуален, рассматривается строго в рамках закона. И судебная практика тоже встает, скажем так, на сторону УФАСа, который выносит решение в пользу данных участников, понимая, опять-таки, эту обстановку. И в целом, в реестре недобросовеста поставщиков в последний год у нас не так активно пополняется. Ну, скажем, это не наша, скажем, основная цель – пополнить его. Просто данная, скажем так, обстановка, она неблагоприятна в целом для сферы. Но по сравнению с предыдущими периодами организации, скажем так, им удается обойти эту меру ввиду, скажем так, сложившейся обстановки. Спасибо, Джамал Хасанович, за интересную информацию. Спасибо вам за приглашение. Вы смотрели программу «Специальное интервью». Оставайтесь на нашем канале. До свидания.